Так, всем привет, с вами Дамгэ, продолжаем играть за Великое Княжество Среднесибирское, в прошлом Кимеровское. И сейчас мы занимаемся экономикой. У нас с экономикой тут были беды, потому что, оказывается, армия просто какие-то безумные деньги требует на содержание. Так что мы тут неплохо по фокусам прошлись, по экономике здесь тоже прошлись, по расходам подсократили все, что можно и все, что нельзя. Постепенно, все говорят, вот эти кнопочки тоже нажимать, я считаю. Вот. И сейчас отойдем здесь, закончим вот эти фокусы. Поднимем ВВП в теории. Я предполагаю, что из-за этого мы поднимем наши доходы, возможно. Здесь же есть налоги какие-то, верно? От чего-то в теории, она должна как-то скелиться. И плюс долг станет поменьше по процентам, тоже очень важно. И затем, я думаю, мы пойдем в дипломатию, будем смотреть, что здесь у нас дают эти фокусы. И будем верить в то, что кто-то нам даст денег. Потому что, ну, выглядит как будто здесь будут деньги. Надеюсь на это. Ну что ж, поехали. Продолжают в мире происходить события. Восстание опять в Китае. Ничего нового. И победа Франции в Западной Африке. Не очень уверен, что там происходило, но победила там Франция. Кстати говоря, Африка так выглядит достаточно большой. Кстати, это озеро, мне кажется, в, так сказать, реальном мире нету там такого, да? Видимо, это какой-то немецкий проект, я не знаю. Я слышал, что разные дамбы здесь вот хотели. Ну, по тоже, опять же, каким-то вселенным там где-то есть такое. Ну, я так сильно за лоруцет не шарю, допустим. И смотрите-ка, мы можем... Ага, но это в зависимости от того, кто у нас правит. Царский союз освобождены, либо царские гильдии. Ну, мы, конечно же, идем вот сюда, потому что у нас... Лития у нас не Юрий Крылов. И, кстати говоря, я рад, что он остается у нас генералом. Было бы очень грустно, если бы у нас была гражданская война, и он бы перестал быть генералом. Я в него все-таки вложил очень много времени. Он подкачался неплохо так. Затк к работе плюс трудовые отношения, окей. Электроэнергии у нас теперь безумно много, я думаю, хватит на всю игру. Можно никогда больше об этом не думать. Единственное, я вот понимаю, что снаряжение у меня до хрена. Ну, как бы объективно говоря, да? Нам реально так много не нужно. И реально лучше инвестировать просто в самолеты, потому что, ну, самолеты скейлятся достаточно хорошо. А лишнее снаряжение, оно будет просто лежать на складах. Самолеты же, ну, будут принимать участие. Как минимум несколько сотен. У нас пока только несколько десятков. Нам точно пригодятся. Даже не знаю, есть смысл, наверное, сделать вот так, пожалуй. И побольше самолетов производить. Ну, посмотрим. Еще как бы война, я не знаю, когда будет. Возможно, следующими фокусами. Ну, скоро мы, я думаю, это узнаем. И последний экономический фокус готов. Идем, наконец-таки, в Дипломантию и посмотрим, что нам там предложат различные страны мировые. Так вот, еще ивентик про возвышение гильдии. Это был лучший выбор. Конечно же, это к лучшему. А еще посмотрел, что здесь есть эмиссия. Вопрос. Дает ли эмиссия нам деньги? Давайте посмотрим. В теории, это должно давать нам деньги. И у нас инфляция, ну, на очень небольшом уровне по сравнению с ростом ВВП. Но я же не заметил, чтобы это реально давало нам деньги. Он доступен только тогда, когда у нас дефицит. У нас дефицит? Почему же я не могу печатать деньги? Нет, смотрите-ка, все-таки есть, но разница просто слишком маленькая, чтобы видеть ее на маленьких процентах. Давайте, окей, давайте установим максимальную эмиссию. И вообще выглядит нормально. Я так понимаю, это покрывает все наши дефициты. Видимо, так это работает. И получается, я мог все это время делать эмиссию. Видимо. Так, ну давайте Вашингтон в первую очередь. Ну да, судя по всему, я всегда так могу делать. Вот, забавно. Об этом механизме я, конечно, не знал. И можно еще подумать вот здесь вот. Над тем, чтобы избавиться от бедных. Точнее, от бедности, да. Бедных не надо избавляться. Насколько мне это нужно? Блин, честно говоря, не слишком-то. Не слишком-то там большие дебафы. А все штуки у нас потихоньку качаются и качаются, ну, нормальными темпами. Думаю, мы что-нибудь еще успеем апнуть к концу этих фокусов. Так, весь из Америки. Ага, ага. Так, невероятно, съездили в США. Смотрите-ка. У нас будет посолиство. Правда. Ну, я думаю, стоит бороться с бедностью, как только мы можем. Здесь еще возможно здравоохранение улучшить, но, пожалуй, нет. Потому что стоит денег, которых у нас не так много, а здравоохранение у нас и так, в принципе, нормальное. Пускай просто ВП растет, и если ВП будет расти, и долг вместе с этим, но ВП будет расти быстрее, чем долг, то нам, в принципе, и без разницы. Ну, так, есть всемогущий доллар. Ждем просьбу безумства. Безумство. Американцы соглашаются инвестировать. Представляете? Ликвидный резервы плюс 0,09. Ну, это просто приятно. Ну, они потратятся в долг, конечно же. И рост ВП на 0,3 плюс. Тоже приятно. Американцы реально у нас складывают деньги. Супер. Экспертов. Ну, и, конечно же, попробуем с японцами тоже поговорить. Возможно, они тоже согласятся. Эх, американцы не пришли к нам экспертов. Ну, слушайте, хотя бы вложились в экономику, это уже неплохо. Посмотрим, что теперь скажут японцы. Ну, давайте еще будем заниматься импортом тяжелой техники. Я не уверен, есть ли смысл нажимать палитку, как только она у нас появляется. В целом, скорее, да, чем нет. Я еще здесь качаю вот эту штуку на расход припасов и военные расходы. Я не заметил, что она есть, но она есть. Можно будет покачать вот это. Все тоже выглядит полезным. Смотрите, как контакты на востоке у нас пошли. Отлично. Посмотрим, инвестирует ли в нас дзайбадзу. Итак, смотрите-ка, без экономии, конечно, все и без высоких налогов. По инфляции ударило, конечно, нажимаем снова эти кнопки. Пока мы не воюем, нам, в принципе, плевать. На гражданскую экономику, экономию нам, в принципе, вообще плевать. Минус строительство, но это не сильно страшно. Налоги, опять же, там тоже, по-моему, не сильно страшно. На военную экономику, экономия, точнее, все еще, да, страшное, но только во время войны. Без войны, как бы, ну, плевать абсолютно. И японские инвестиции есть. Плюс бабки, плюс трост ВП. Сюда. Так, письмо в Японию. Укрепить связь между двумя монархами, представляете? Труднее всего начать писать. Он был впечатлен его усилием. Знал на всех, что гнязь справил декларацию. Давайте надеяться на лучшее. Ох, мне кажется, это будет очень забавно. Мы даже, наверное, получим ответ. Итак, дипломатические фокусы закончились. Экономика уже давно закончилась. Теперь давайте займемся армией. Все-таки не хочется слишком рано инвестировать за слишком много денег. Важнее намного нарастить ВВП было до этого. В целом мы более-менее справляемся. Рост у нас идет. Долг у нас, как бы, типа, потихоньку падает в процентах, по крайней мере. Так что нормально. Тогда весь у нас будет вот этот неплохой баф. Ну, как неплохой баф. Плюс 5 опыта армии, на самом деле. На командиров баф всегда, мне кажется, немного смешными. Потому что обычно у тебя есть всегда пул каких-то командиров, которых ты предпочтишь выбрать вместо новых. Но, тем не менее, хотя бы вот этот баф на опыт армии. Может, когда-то мы сделаем новых командующих. Но, скорее всего, нет. Ну и вот эти вот. Плюс профессиональный, конечно, приятно. А здесь тоже мы что-то поменяем, скорее всего, в плюс. И здесь мы получим бонт с исследованием воздуха, вертолетов, доктрины, плюс снаряжение. И здесь не знаю, что получится, но здесь какой-нибудь полезный дух. Потому что их немножко не хватает. У нас, кстати говоря, по ресурсам просто безумно много всего. Абсолютно всего. Кроме, наверное, урана. Но мы до таких технологий не дошли. И что это такое? Потребительские товары. Понял. И, кстати говоря, нет. Мы импортируем их и импортируем одну резину. Так вот, резин у нас тоже появилось немного. Видимо, благодаря нашим заводам нефтеперерабатывающим. И я их продолжаю строить пока что. Надеюсь, моя экономика станет нормальной в какой-то момент. Так, тут варианты с генералами. Слушайте, я думаю, никакие предатели не могут помилованы. У нас должна быть четкая власть конкретная. Так, прошло время тут экономии. Но я подозреваю, что нам надо будет нажимать это все опять. Все-таки нам, да, нам это необходимо все еще. Но мы уже подходим потихоньку к концу наших фокусов. Я полагаю, что там будем воевать. И там, я думаю, мы сможем немножко подзабить на это все. Хотя я немножко в ужасе о том, что будет дальше. Ведь денег-то у нас немного. И у нас всего 50% возможного дополнительного долга. Это очень мало. Так, новая сибирская женщина. У нас как раз таки, видимо, идеальный образ женщины для нашей армии. Они уже могут служить у нас армии, видимо. И мы уже потихоньку подходим к середине. Лучшее царство у нас будет, конечно же. Вопрос только, насколько далеко здесь, парни? Потому что я не уверен, когда поменяются фокусы. Есть шанс, что поменяются фокусы у всех одновременно по какой-нибудь дате. Но есть шанс, что поменяются фокусы, когда мы это делаем все наши. Просто если раньше фокусы шли вот так, и было очевидно, когда они закончатся, вам нужно было доделать какие-то вещи, то здесь нет определенного триггера. Здесь нет решения объединения чего-то, потому что нет войны. И видите, в ТНО мы не можем сами объявлять войны. Нам нужно ждать подходящих фокусов. Очередная гражданская война в мире, во Франции. Господи, там сколько там... Ух, тут прям пошло-поехало. Миллион фракций каких-то. Ну что ж, победить сильнейший, я подозреваю. Ура, товарищи, мы вышли в профицит. Хоть и микро маленький, но это профицит. До этого мы лишь эмиссией покрывали дефицит. Слушайте, прекрасно, прекрасно. Жаль только, что это все с налогами и экономиями. Но хотя бы долг будет... Так, тут... Какие-то непонятные звуки. Но хотя бы... Хотя бы так. О, в Казахстане объединились, ребята, либералы. У нас теперь... Да, друзья, в степи можем нажать. Давайте обратно в дипломатию. Тоже нажмем этот фокус обязательно. Может, он даст нам какие-то, опять же, бонусы экономические. Совсем чуть-чуть осталось нам до конца наших военных фокусов. Видите, я вот эти вот фокусы, которые деньги у нас отнимают. И следую последними. Чтобы... Как можно меньше у нас долго добавилось. И как можно меньше они нам расходов дали. Так, больше и лучше. О, это, видимо, развитие нашей армии, как раз таки. И пришло время очередной борьбы с бедностью. Это выглядит самой эффективной реформой, на мой взгляд. Из всех, что там есть. Немножко мы по деньгам, да, отстаем. Но... С этим можно жить. И наши послы возвращаются, друзья, из Сибири. При соотношении с Казахстаном. Но без каких-то дополнительных бонусов. Ну, что ж. Как есть, как есть. О, смотрите-ка, так. Танк пригодный для князя. Новая модель Т-55. У нас здесь вот самая крупная пушка и куча-куча брони. Отличная машина. Так, только самое лучшее для нашей бронетанковой армии. Ага. И смотрите, прогресс базы. База прогрессирует, это хорошо. Оба-на. Австралия свое первое ядерное оружие делает. Видимо, скоро будет пятая держава. Я не вижу у них фокусов, но при этом они что-то делают. Я не уверен. Это потому, что они сейчас кончились только что? Или потому, что у них нет фокуса? Это просто ивенты. И там какая-то страна вернулась в пакт Германии. Что ж, окей. Германия реально возвращается на мировую арену. После жесткого упадка. А нам бы хотя бы регион восстановить. У нас до таких амбиций еще далеко. И на самом деле, по исследованию мы тут неплохо продвинулись. Мы основные вещи, которые нам нужно было взять, взяли. Я в целом доволен. Возможно, стоит заняться танками. Но я понимаю, что это очень дорого и по опыту, и по всему. Так что не уверен. Потому что в целом авиации с пехотой должно хватать. Опять-таки, авиации делают очень много. И нужна пехота, чтобы инициировать битвы. Смотрите-ка, у нас скоро будет новое промышленное оборудование. У нас сейчас старелые станки. А здесь будет расход на военные товары минус... А, посмотрите, он будет расти только. Господи. Я надеялся, я посмотрел, потому что он здесь слева, а здесь справа. У нас увеличатся расходы на военные товары. Вот ужас. Хоть и ВВП будет больше расти, слава богу. Но это увеличение расходов, черт возьми. Ой, мы повысили механизацию тоже. Тоже приятная, на самом деле, тема. Не сильно большая. Не такая, как промышленность. Но в целом тоже полезна. И мы скоро еще, я вижу, профессионализм качнем. Так, станки, как я и говорил, тоже качнем. А здесь даже не вижу. Особо больше уже, наверное, ничего. Ну, исследования немного. В целом окей. И вот уже подходит наша гордость князя. Поехали. А тем временем я решил покачать БМП и ОБТ. Ну, общие боевые танки. И, возможно, реально сделаем хотя бы шаблон каких-то танковых дивизий. И, может, сделаем какие-то танковые дивизии. Посмотрим. В целом у нас дохрени чужо пехотного снаряжения. Можно попроизводить и танковое. У нас и авиации, кстати говоря, тоже стало уже безумно много. Прям очень много для нашей страны, я бы сказал. Я не думаю, что у кого-то... Хотя, смотрите-ка. А нет, смотрите. Это 3-4 тысячи это людей. Там где-то две сотни всего лишь явятся. Здесь вообще только транспортники. Так что, да, в воздухе мы должны абсолютно доминировать. И я думаю, это сотрет вообще любые другие страны в порошок. И да, фокусы закончились. Горда с князем плюс атака, потерю. Слушайте, отличный баф. В принципе, прям то, что я и хотел. И да, фокусы закончились. Все. Просто сидим и ждем, пока у нас не появятся другие. Повторяющихся их тоже нету. Просто накапливаем политику, которая нам особо-то и не нужна. Пока у нас не обновятся фокусы. И да, вот оно. Но смотрите-ка. Морская и военная промышленность становятся дороже. Высушается производительность. Но самое главное, прощается рост ВВП. И прогресс общественного развития плюс 20. Не уверен я, что это. Это где-то, наверное, здесь. Возможно. Ну, я, честно говоря, не уверен. Просто, тем не менее, все еще продолжается. Это меня радует. Потому что мы можем перейти на еще более лучшие тиры. У нас рост ВВП должен быть. Да, такой солидный 9% уже. В эмиссию мы полностью влаживаемся. Весь дефицит мы покрываем выпуском денег. В целом, ситуация у нас нормальная. Долг ВВП падает. Там долг, конечно, не уменьшается. Итак, у нас профессионализм дошел до последней стадии. И, я так понимаю, выше уже некуда. Спартанская дисциплина в нашей стране. И это прям шикарно. Бафы реально шикарные. А самое главное, спецназ еще повысился. В целом, мы все еще... Ну-ка. У нас все еще очень мало дивизий, поэтому лимит у нас не очень, да? Так и есть. У нас 70% от батальонов. Так что мы буквально... У нас вот в этих дивизиях часть элитная. Господи, она почти идентичная. Часть элитная, а часть обычная. То есть, мы дипломим эти, и мы сможем эти же дивизии, скорее всего, обучать снова. А я нашел дату, когда начнется война. 1 января 69-го, судя по всему. Вопрос только сразу же, там мы начнем воевать, либо там будет какое-то время на подготовку. Потому что будет событий решительный бой, и мы будем воевать как раз таки с Востоком. Видимо, здесь вот эти парни тоже будут воевать. Так что вот этот приказ нам, скорее всего, не нужен. Пускай все идут сюда, и как бы, ну вот сюда. Я тут занимаюсь немножко дипломом авиации. Ну, уже в войне, так сказать. И я не ошибся в том... Так, я же нажал им. Включаться. Да. Я не ошибся в том, что я взял тактический. Посмотрите, какой у них радиус прекрасный. Сможем буквально из наших домашних авиабаз бомбить, в принципе, любую часть России. И это прекрасно. С рехватчиками все не так прекрасно, но все еще радиус достаточный. Нам хватит. И по моим ощущениям, авиация не тратит военные расходы. Так что это наш выбор, как я и говорил. Авиация нам очень нужна. Топлива у нас просто безумно много. Мы просто сидим на этих ресурсах. Мы эту нефть чуть ли не едим. Верно? Ну да, четыре сотни нефти производено. Шикарно. Всех ресурсов у нас хватает. Резина только в небольшом бывает в минусе. Но уже мы достроили достаточно много заводов. Ее тоже хватает. Так что авиация то, что нам нужно. В идеале, конечно, еще танки бы сделать. Вот если идут танки 70-го года, скоро они будут готовы. И более того, скоро будет готова война в Сибири. Так, смотрите-ка, кризис в Нонкине. Информация просочилась о том, что Япония дело с Китаем. Собственно говоря. Я чувствую, скоро начнется жесткая заварушка в Китае. Ну, у нас тоже будет заварушка. Не знаю только, насколько жесткая. Гражданскую экономию, я думаю, мы обязательно ставим. Налоги повышаем обязательно. И все остальное эмиссируем. Потому что военную экономию нам уже нажимать не стоит. Так, пора начинать. Готовиться к войне. А вот и оно, как говорится. Вторая сибирская война. А, смотрите-ка. Начать торжение. Нужна готовность 75%. Мы можем разобрать укрепление, мобилизовать ВВС. Кстати, нам бы вот это пригодилось, да? Обязательно бабки на производство мне неинтересно тратить. Инфраструктура, кстати говоря, полезна. Кстати говоря, бесполезна. Давайте тогда займемся реально полезными вещами. Инфраструктура, авиабаза, восточное укрепление. Сколько нам тогда? С 20, 30, 50. Значит, нам нужно еще немножко. В теории мы можем, я так понимаю, нажать вообще все, да? Ладно. Просто ВВП плюс 0,2, допустим. Резервную линию обороны мне не то, чтобы сильно нужны. Поддержка войны, допустим. Да, можно нажать все, мы нажмем все. Сколько здесь ивентов? Все одежды были разбиты. Да-да-да. Вершительный бой, да-да-да. Смерть царя в Болгарии. Ага. Наши дивизии здесь готовы. Единственное, я вряд ли успею к началу этой войны танки сделать. Но, опять-таки, я в первую очередь защитил на нашу пехоту. Так что ничего не поменяется. Такой вопрос, хватит ли нам 12 дивизий? И честно, я подозреваю, что да. Я подозреваю, что да. У нас нету агента, точнее есть агент. Давайте закинем его вот сюда. Вопрос, где здесь столица? Столица Магадания. Окей. Агентство, кстати говоря, можно было качать все это время. Давайте его хотя бы сейчас немного покачаем. И будем воевать. Боя с бедностью, кстати говоря, тоже надо нажимать, как обычно. У нас все-таки неплохо. Это нам помогает поднимать экономику. И дебафы другие снижаются. Но мы готовы к коне наполнения, я считаю. Я думаю, пора нам вот эти дивизии поддеплоить, честно говоря. Давайте-ка сделаем так и давайте сделаем так. Все-таки, ну, пришло время, пришло время. Давайте на позиции, давайте тренируемся. Нужно все-таки подкачаться. И вот это мы еще тоже поддеплоим к ним туда. И давайте еще резервы, пускай у нас тоже будут. Ага, ну вот в чем проблема. Поэтому Sky обучаются все, кто может. Если что, мы их поддеплоим. А вот и происходят чудовищные вещи, которых я, в принципе, ожидал. У нас инфляция невероятно растет. Стоит подумать о том, что именно сделать с этим. Есть вот этот вариант. Я так понимаю, она борется с инфляцией. И, наверное, мы ей стоит сделать. Допустим, поверим, поверим, что это поменяет что-нибудь. Возможно, давайте-ка еще эмиссию сделать не 100%. Цена, конечно, нулевая у нас не получится. 2 миллиарда. Я думаю, мы слишком быстро долги уйдем. Ну вот, куда-нибудь, где-нибудь вот тут. Я думаю, мы сможем находиться какое-то время. Мы уже готовы начать торшение. Давайте дождемся уже укреплений. Плюс у нас вот этот баф есть, но нам на самом деле побыстрее повоевать. Пускай будут укрепления. У нас докачаются вот эти парни. Хотя, слушайте, нам не так, что это и нужно. Мы готовы их пронести уже, я считаю. Смотрите, по авиации, как у нас она будет действовать. Можно уже прекратить. Сделаем тоже вот так. Собственно говоря, часть авиации вот эта у нас работает по поддержке с воздуха плюс по фортам, потому что там, возможно, будут форты. А часть авиации, это вот эти, работают чисто по логистике, потому что у них поездов не так много. Если мы выбьем им все поезда, они слягут очень быстро. У них вот аж отсюда едут все припасы. У нас все-таки здесь все попроще. Ну и потом снабжение надо будет восстанавливать, но у нас есть на это какие-то мощности. И далее, ну, перехватчики очевидно здесь работают. Возможно, я еще вот этих сюда переброшу, вот этих туда наоборот. Скорее всего, давайте я так и сделаю, в принципе. И вот так, и вот так. Да. И как бы поддержка, стратегическая модулировка, я думаю, все остальное понятно. И я думаю, этим мы займемся уже в следующей серии. А это подошла к отцу. С вами был Дубгай. В следующей серии, где мы уже начнем финальную войну за Сибирь. А там уже, может быть, и на Западе посмотрим, что тут будет происходить. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.